Несмотря на совсем не зимнюю погоду, праздники никто не отменял. На Советской площади начала свою работу традиционная рождественская ярмарка. Около 30 предприятий со всей области приготовили для гродницев лучшие угощения для праздничного стола. Тут и живая рыба, и малосольные огурцы, сделанные по традиционным рецептам, и мучные сладости. В последние дни поста гродницам предлагают полакомиться картофельной колбасой. А вот к самому Рождеству можно купить готовое блюдо. Несмотря на погоду, мы очень старались и подготовили большой ассортимент нашей продукции. Сегодня у нас в продаже и сырая продукция, это и рыба свежемороженая в большом ассортименте, мясная продукция, мясо на разруб. Все это по акционным ценам, специально для наших покупателей. Также у нас есть продукция готовая, это выпечка, кондитерские изделия. Дождливая погода гродницев не испугала. И сегодня около каждого торгового павильона была очередь. И это неудивительно, ведь здесь представлено большое разнообразие товаров. К тому же приобрести продукцию можно намного выгоднее, чем в обычных магазинах. Гродницы рассказали, почему покупают угощения к празднику именно на рождественской ярмарке. Праздником готовимся, ходим обязательно на ярмарку. Я всегда прихожу на эту ярмарку и завтра тоже приду. Но потихонечку так это как бы вот закупаюсь. Всегда здесь хорошие вкусные ягодчики, помидорчики, яблочки моченые. Сегодня купили что, всего набрала? Ну у них тут, конечно, капустку, свеколки набрала здесь. Там и мандаринчиков купила, там всего конфеток всяких накупила. Ну что было, на стол все положить деткам. По пути решила навестить ярмарку, потому что погода нам, как говорится, новогодние всегда сюрпризы преподносит. Хотелось бы, чтобы был снег. Купила традиционные мандарины, которые наше поколение связывает именно Новый год. И мандарины, это запах мандаринов, запах детства, запах праздника. Рождественская ярмарка будет работать и завтра, 23 декабря. В ближайшее время подобные масштабные продажи пройдут перед Новым годом, 29 и 30 декабря, а также перед православным Рождеством, 5 января. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+.